Ты знаешь, вот ты сказал про дроны, про сбор денег на разведывательные дроны, что это богоугодное дело, а я сразу вспомнила скандал, который на днях мы увидели в Киево-Печерской лавре. Когда один из священнослужителей выложил в сеть видео это служение в самом сердце Киева сегодня, на какой, девятый месяц войны широкомасштабной против России, где прихожане и эти священники, ну их сложно так называть, поют песню во славу России. И у тебя какая реакция была, когда ты это увидел? Вот скажи. Ну я охерел, честно говоря, что со мной крайне редко бывает. То есть я все мог представить, но такого в разгар вообще агрессии российской, при том, что Украина их нанизывает, сама понимаешь на что, каким заниматься, это вообще уже полное падение нравов. Ну смотри, я же говорю то, что думаю, мы же территория свободы и правды, поэтому скажу то, что думаю. Я вообще стараюсь не влезать в конфессионные вещи, потому что это очень интимная тема. Но я не смогу не сказать, и я скажу. Московский патриархат, попы московского патриархата, это филиал ФСБ. Так было всегда, и так остается по сей день. И я знаю, что говорю. И я сейчас обопрос на мнение трех людей, которые мне это говорили, чтобы я не был голосовым. Первое. Патриарх Филарет. Патриарх Филарет же был одним из руководителей Советской Православной Церкви. И в 88-м году патриарх Филарет должен был стать вместо умершего патриарха в Сея Руси Пимена патриархом в Сея Руси. Но вследствие интриг не стал патриархом в Сея Руси, а должен был. Патриарх Филарет лично мне, лично в интервью, которое лично у нас находится на нашем YouTube-канале в гостях у Гордона. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, дорогие наши зрители, пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-каналы Дмитрий Гордон, Олеся Бацман и в гостях у Гордона. Значит, патриарх Филарет не стал тогда патриархом в Сея Руси. Но мне в интервью он сказал, что все назначения в церковной иерархии, начиная с епископом, согласовывались с КГБ в советское время. И он работал с КГБ. Куда деваться? Второй человек, который мне подробно об этом рассказывал, опять-таки в интервью, я не скажу уже, что это было в личных беседах, чтобы, знаете, не наговариваю. Посмотрите интервью. Генерал КГБ Калугин, легендарный человек, который уехал в Америку и живет в Соединенных Штатах. Я у него брал интервью в Нью-Йорке в 2012 году. Он мне сказал, ну да, ну конечно, все это наша клиентура КГБ. Конечно, Алексий и Кирилл это лично мои клиенты, сказал генерал Калугин. Он занимался церковью в том числе. Он сказал, и Алексий, и патриарх Алексий, и патриарх Кирилл это мои клиенты, конечно. А как же. Третий человек, покойный Евгений Кириллович Марчук, который был в советское время первым заместителем представителя КГБ Украинской ССР. Он тоже сказал, ну московский патриархат, ну конечно. Ну а как же, это филиал ФСБ. Поэтому Лавра, это вообще, это вообще, это разгуляемалина ФСБшных попов. Я бы просил ФСБУ заняться этой всей вакханалией. Я бы очень просил. ФСБУ, вот я тебе хочу сказать, что открыло уголовное производство. ФСБУ, кстати, очень решительно себя ведет. Смотри, ты видишь интереснейшие вещи. В Кремле, в Георгиевском зале, когда Путин объявлял о том, что теперь российские регионы Херсонская, Запорожская области, Донецкая и Луганской области, при этом присутствовали, нам 50 долларов прислала Татьяна Дротенко, на дрон тримайся Украина Атланта Звамы. Дякую, Татьяна. При этом эпохальном событии, когда Херсон в том числе остановился Россией, присутствовали помимо этих недоделанных гауляйтеров, типа Сальдо, остальных даже Балицкий, ох, рожи у них, этот Сальдо такой длинный глист. Я, кстати, Сальдо, я с ним знаком. Меня наш общий друг просил с ним как-то пообедать. И в ресторане Сантори мы с Сальдо обедали. Это было в 2003 году, он был мэром Херсона. говорит, ну, пожалуйста, встретиться, мэр Херсона. Встретились, посидели, Сальдо уехал. Я этому нашему общему другу, очень известному человеку, ты его знаешь, я ему говорю, какая противная внешность у него. Говорит, да, да. Внешность не подвела, она полностью соответствует внутреннему содержанию. понимание человека меня не подвело. Говно, говно, страшное, вонючее говно, сальдо этот. Так вот, вместе с этими коллаборантами там присутствовали все руководители поповские, московского патриархата этих четырех областей, и Херсонской, и Запорожской, и Донецкой, и Луганской. У меня вопрос, а руководство этой православной церкви, московского патриархата дал надлежащую оценку поведения этих четырех своих экзархов, или как они называются? Нет, тишина. Никто ни слова не сказал. Так там один на одном. Это же все КГБшники и ФСБшники. Там такие есть еще лица, такие персонажи от Иоаннафана до Лазаря. Там только посмотри. Вот, поэтому СБУ действует, кстати, обыск у Иоаннафана Винницкого и Тульчинского провели. СБУ действует, я бы попросил бы СБУ действовать еще круче по отношению к этим людям. Вообще, сегодня прекрасный повод на решке избавиться от российской агентуры в Украине, которая хоть пруд пруди. Они до сих пор сидят на руководящих постах. Их полно до сих пор везде. И сегодня у СБУ простор для принятия решений. Я, ребят, прошу, поскорее работайте, избавляйтесь, сажайте всю эту агентуру, сажайте ее, она вредит нашей стране, особенно в военное время. Это по ее вине в том числе произошла эта агрессия.